В эфире программа День города, меня зовут Алена Куклева и мы начинаем этот выпуск. Кризис в строительной сфере. Сотрудники одной из фирм не получают зарплату. Переплату за отопление можно вернуть и автоинспекторы не разрешат парковаться в местах для инвалидов. В Рязани бывают случаи не только с обманутыми дольщиками. В редакцию нашей телекомпании обратились рабочие одной из строительных фирм. На протяжении нескольких месяцев им не платят зарплату. Однако строители продолжают возводить многоэтажный дом, согласно генплану. Анна Герцовская выясняла нюансы. Две стороны одной медали. Строители и руководящие звенофирмы Инжстрой выражают разные мнения насчет выдачи заработной платы рабочим, которые трудятся на стройке. У нас директор ездит в Испанию, он там купил недвижимость. На рабочего класса нет денег. Эти строители работают официально, должны иметь все соцгарантии. Однако 31 марта аванс был выдан не им, а каменщикам, которые работают сдельно по договору. Они хотя бы аванс получают. Мы ничего вообще не получаем. С января месяца у нас нет получки. Тоже нам выдали аванс в январе, если не ошибаюсь, за февраль. Больше ничего не выдали. Человек был в отпуске, отпускный не получил. Меня в отпуск отправили, тоже отпускных нет. Вот сидим без денег. Генеральный директор фирмы Инжстрой пояснил, что в первую очередь они платят тем, кто визуально возводит дом. Кирпич на кирпич. Тогда потенциальные покупатели видят прогресс и стремятся покупать квартиры в новых домах. Чаще всего вы ипотеку, поэтому деньги приходят в фирму частями. По тем договорам, которые мы заключили, мы деньги должны получить в авторник. Если в авторник получим, среду выдаем. Вот весь план. Квартиры не продаются. Вот продадутся. Там сейчас есть вроде договора. Я в это дело не влезу, я здесь прораб. Я в эти финансовые дела не влезу, они мне не нужны. Вроде есть сейчас сдвиги. Из полученных денег и складывается зарплата сварщиков и всех остальных рабочих. А пока два месяца они трудятся бесплатно. Хотя по трудовому законодательству могут спокойно отказаться от выхода на стройку, чего не понимает прораб. Не знаю, выйдут в понедельник. Если нет, то дело может до увольнения, а за отказ работы может и такое быть. Стоит отметить, что в офисе компании руководители в первую очередь пытались выяснить, кто из строителей пожаловался в телекомпанию, а не ответить на вопрос по выплатам зарплаты. По словам центрального коллектива, ни один рабочий за все два месяца не обращался к ним с жалобами. Ни один человек, мы объяснили ситуацию, к жалобой не обращался. Все знают, когда будет зарплата. Ко мне обращались, звонили и обращались. Я сказал, когда будет зарплата. Все те, которые я обещал, они сохранятся. Сегодня мы выдали часть зарплаты каменщикам. На следующей неделе мы выдадим зарплату всем по мере поступления денег за квартиры. Мы шутим. Поэтому не говорим, кто же это сказал, хоть для интереса. Ну, на все, 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 кто там был. Ну, значит, все, все вот, которые, я не знаю, кто все. Они потом боятся, что после выхода материала еще их уволят. Крайно боятся. Это у нас еще хорошо. Мы и дом строим. Никто не уходит. И сдаем вовремя. Не выстроим. Просятся люди. Так что лучшая фирма, в которую рвутся рабочие с одной стороны и голодная правда с другой. А директор появляется здесь или как-то вообще? В последнее время нет. Я про рабу, вот, когда позавчера говорил, я говорю, я в понедельник не выйду. Я говорю, мне есть нечего нифига. Брать на обед. Надо что-то. Мне нечего брать. На зарплату жены живем. Ну, получается, да. Ну, скоро она от меня уйдет, и я буду все, нищий. Моя жена говорит, я скоро сама пойду в контору ругаться. Потому что она у меня уже в декрет сейчас уходит. Надо тоже на что-то жить. Декретные, само собой, все знаете. Платят мало. Комфортно строители чувствовали себя, работая в фирме «Иншстрой» два года назад. В 2016-м, по их словам, уже были небольшие задержки. Но нынешняя ситуация складывается впервые. Строителям даже не выдали обещанную спецформу и обувь, не говоря о зарплате. Для того, чтобы все права рабочих были защищены, им следует обратиться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. А рязанцам, по всей видимости, нужно чаще покупать квартиры. Чтобы застройщики, которые не умеют планировать средства, могли полностью выплачивать зарплату. А пока мы будем держать вас в курсе этой ситуации. Ведь генеральный директор «Иншстроя», который в бизнесе находится более полувека, пообещал, что на следующей неделе полностью выплатит все задержанные деньги бригаде строителей, которая работает на улице Баженова. Каждая третья рязанская семья имеет как минимум два автомобиля. И как обычных жителей волнует квартирный вопрос. Водители тревожат мысль о парковочных местах в городе. Отдельные места для парковки автомобилистов с ограниченными возможностями всегда свободны. У многих граждан появляется соблазн припарковать свою ласточку там, даже рискуя поплатиться за нарушение правил. В преддверии выходных многие жители города стремятся заехать за продуктами в крупный гипермаркет. Парковочных мест становится все меньше. И порой водители идут на административное нарушение. Занимают места для инвалидов. Сегодня проводится рейд под названием «Инвалид». Такие профилактические мероприятия проходят согласно плану. Однако ежедневно сотрудники ДПС ориентируются на выявление подобного рода нарушений. У водителя, который занимает такое место, должны быть документы, подтверждающие инвалидность первой или второй группы. Или же человек привозит людей с ограниченными возможностями. Также на машине должна быть установлена табличка «Инвалид». В случае, если данных знака нет, либо водитель не является инвалидом, на него составляется административный материал по статье 12.19.2, который предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей. Дополнительно, если при составлении административного материала водитель не появляется, машина задерживается на специализированную стоянку. Парковочных мест на стоянке хватает. И они в большинстве своем пустуют. Водителям всегда есть, где припарковаться. Но они предпочитают места для инвалидов. Наверное, из-за их близости ко входу. Сегодня такая неосторожность приводит к эвакуации на штрафстоянку. Вы видели знак? Нет, не видел. Разметку? Так как у вас нет документов, подтверждающих инвалидность, придется на вас составить инвалидный материал по статье 12.19.2. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Количество парковок в городе непропорционально количеству автомобилей. Порой занять свободное место просто невозможно. И тогда водители идут на отчаянный шаг. Но в отличие от других парковок, у торговых центров таких проблем не возникает. Я приезжаю все время, мне место есть. Вот сейчас инвалидно тут, вот это я подъехал. Понимаете, ребята, здесь, во-первых, мест много. Это других местах, где места мало для инвалидов. А здесь-то всегда место свободное. Водителей, которые ошиблись с местом парковки, эвакуировали. Другие же спешно покидали места для инвалидов. Можно сказать, что сегодняшний рейд увенчался успехом. Переплату за отопление можно вернуть. Осенью прошлого года по всей стране тарифы на тепло выросли на 150%. Изменения коснулись тех, в чьих домах не установлены приборы учета отопления. Таким образом, ежемесячный платеж превысил отметку в 5000 рублей. Возмущенные жители пытались добиться разъяснений. Люди не раз обращались в нашу редакцию за помощью. Сейчас правительство отменило повышающий коэффициент. Подробности в следующем сюжете. С 14 марта плата за отопление стала меньше, потому что отменили повышающие коэффициенты. Ведь установкой счетчиков на учет отопления должны заниматься поставляющие ресурсы организации, а не жильцы дома. Затем в квитанции добавляется небольшая сумма пропорционально вашей доле в многоквартирном доме. За 3-5 лет компания должна окупить свои расходы на установку приборов. До этого эта обязанность лежала на жильцах. В связи с этим правительство обязало вернуть людям деньги, но сходить за ними придется самостоятельно. Вы должны письменно писать заявление о перерасчете. Эти суммы должны пойти либо в зачет следующих платежей, либо в вашем заявлении можете указать конкретные требования о возврате денег, переплаченных вами за отопление. Еще одной лазейкой в жилищном законодательстве становится то, что в квитанциях указывают оплату за квадратные метры. На самом деле площадь квартиры является лишь одним из элементов формулы, по которой рассчитывается стоимость тепла. Основой же расчетов становятся гигакалории. Вы считаете, исходя из показаний, которые поставлены в среднемесячные показатели стоимости гигакалорий, квадратные метры отапливаемой площади всего дома и площади вашей квартиры. Это приложение номер два к правилам предоставления коммунальных услуг. Соответственно, с постановлением номер 354, которое должно быть во всех местах в доступном виде, там, где с вас берут деньги. Перерасчет в любом случае должны сделать в конце отопительного сезона. Вот только добровольно возвращать деньги, о которых никто не знает, организации вряд ли захотят. Поэтому нужно проявить инициативу, ведь сумма набирается существенная. Переплата составляет по однокомнатных квартирам от 11 тысяч рублей за три года, по двухкомнатных 28 тысяч. У нас последний был пример. Переплатил человек, которому вернули до суда, при условии, что он не будет говорить, кто это сделал. Поэтому главное создать прецедент. Ведь если каждый из нас начнет считать, сколько на самом деле нужно платить, то и возможности для обмана у ресурсоснабжающей организации не останется. Любая стройка всегда вызывает массу споров, а из-за ремонта в квартире нередко страдают соседи. С не совсем стандартным изменением жилищных условий столкнулись жители одного из домов на Первомайском проспекте. Около двух недель назад их сосед начал строить подвал. Некоторых рязанцев сегодня настигла не только ненастная погода. В доме номер 40 на Первомайском проспекте один мужчина решил обустроить подвал по своему вкусу. В 2016 году он его выкупил и начались работы по вывозу мусора. Уже эти действия вызвали много вопросов у жильцов. Вызвали сюда комиссию и жилищные инспекции, и администрации, и из муниципального управления. Сюда он и сам он хозяин пришел. Он никому никакие документы не показал и подвал не открыл. Но в феврале ситуация кардинально изменилась. Вместо мусора рабочие стали выгружать грунт. Так вывезли два полных контейнера. Жильцы дома вновь вызвали полицию, но хозяин подвала их не впустил. Неизвестно, кто именно продал территорию подвала. Вот эта вся земля, она принадлежит жильцам города. Мы ее приватизировали. Разрешение у него ни проекта, никакого плана, ничего. У него есть только одно, что он собственник подвала. Дом и так покрыт старыми трещинами. А теперь еще новый хозяин подвала своими действиями повреждает несущую стену. Жильцы написали заявление в прокуратуру, но ответа они еще не получили. А дом тем временем продолжает трещать по швам. От стен отходят полы во всех комнатах, по углам, где раньше такого я не замечала. А сейчас, где-то в нескольких месяцах, по углам все обои сморщились, по потолку пошли тоже эти трещины. Так что мы очень боимся, что наш дом обвалится. Неизвестно, чем именно он занимается в подвале. Хозяин дверь никому так и не открыл. А на телефонные звонки ни он, ни его представитель не отвечают. Сейчас мы ненадолго прервемся. Не переключайтесь и смотрите далее. В библиотеке РГУ состоялась презентация книги «Древности поочья». Полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении. И сотрудники силовых структур обезвредили взрывное устройство на площадке Рязанского торгового центра. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных местах. Простое правило, которое знает каждый. Однако не все его соблюдают. Тороплюсь или до перехода идти далеко – такие аргументы приводят все нарушители. Но плата за беспечность бывает очень высока. Дом. Милый дом. Ступаешь на родную землю, вдыхаешь аромат родного города. И быстрее хочется попасть в дорогую сердцу квартиру. Но в спешке люди забывают о правилах поведения на железнодорожных путях. На каждой платформе установлены напоминающие плакаты, а зал ожидания украшают детские рисунки с нерадивыми пешеходами. Все это лишний раз напоминает, что железнодорожные пути, станции, пассажирские платформы и другие объекты, связанные с движением железнодорожного транспорта, являются зонами повышенной опасности. Приказом Министерства транспорта в 2007 году были установлены правила перехода граждан через железнодорожные пути. Согласно этих правил граждане должны переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах. Это переходы, мосты, тоннели или другие специально обозначенные места. Запрещено не только переходить через железнодорожные пути в неположенных местах, но и находиться на них. Такое правонарушение влечет за собой предупреждение или штраф в 100 рублей. На сегодняшнее число сотрудниками Рязанского линейного отдела полиции на транспорте составлено 83 протокола о административных правонарушениях, связанных с переходом граждан в неустановленных местах по железнодорожным путям. При этом 19 лиц являются несовершеннолетними, которые допустили такие нарушения, то есть в возрасте от 16 до 18 лет. Переходы через железнодорожные пути в Рязани оборудованы специальными светофорами и звуковыми сигналами. А на всех вокзалах есть надземные и подземные переходы. Не стоит ими пренебрегать. Иногда это может иметь более печальные последствия. За период 2017 года на территории Рязанской области не было зарегистрировано случаев смертельного травмирования во время перехода гражданина по железнодорожным путям в неустановленном месте. Уважаемые жители Рязанской области, помните, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. И с целью предупреждения вашего травмирования, в том числе и смертельного, переходите, пожалуйста, железнодорожные пути только в специально установленных местах. 30 марта в рамках проведения антитеррористических учений сотрудники силовых структур обезвредили взрывное устройство на площадке Рязанского торгового центра. Наталья Новикова продолжит. Цель учения – отработка взаимодействия органов власти и силовых структур по пресечению террористических угроз на объектах массового пребывания людей. По замыслу учения в торговом зале одного из рязанских гипермаркетов обнаружено самодельное взрывное устройство. Информация об этом незамедлительно поступила в региональные оперативные службы. Были приняты меры по эвакуации посетителей, персонал торгового центра и обезвреживанию взрывного устройства. Внимание, внимание! Уважаемые посетители! Послушайте важное сообщение. Торговый комплекс закрывается по техническим причинам. Просим вас проследовать к выходу и далее на улицу, не задерживаясь у здания. Наш персонал поможет вам выйти самим коротким путем. Просим выполнять указания наших сотрудников. В результате слаженных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить двоих преступников и блокировать их в одном из частных домов на окраине Рязани. В ходе проведенного спецподразделениями штурма условные террористы были нейтрализованы. Антитеррористическое учение продемонстрировало готовность сил и средства группировки оперативного штаба в Рязанской области к обеспечению безопасности населения и пресечению возможных террористических угроз. Полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении. Два сотовых телефона, золотая цепочка и 10 тысяч рублей. Таким стал улов преступников. По словам 42-летней Рязанки, она была с подругами, когда в ее квартиру ворвались двое незнакомцев, которые, угрожая электрошокерам, забрали ценности. Девушки не растерялись и попытались догнать одного из мужчин. Тем не менее, преступникам удалось скрыться. Одна из пострадавших успела сфотографировать автомобиль нападавших. На фотографии машины злоумышленников не было видно номера, но угадывалась марка и цвет. Осмотрев записи видеокамер, установленных на автодорогах на въезде в Рязань, оперативники получили фотоснимок схожей машины, где за лобовым стеклом сидел мужчина, внешне похожий на одного из нападавших. Пострадавшие Рязанки опознали злоумышленника. Установив марку автомобиля и личность владельца, оперативники выяснили, что к разбойному нападению причастны двое жителей Подмосковья, граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре полицейские разыскали и задержали налетчиков, один из которых был судим у себя на родине и находился на территории страны незаконно. Задержанные свою вину признали. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленников взяли под стражу. В библиотеке РГУ состоялась презентация книги «Древности поочья». Сборник выпущен к 60-летию археолога Василия Судакова. Стоит отметить, что это первое издание, вышедшее под эгидой Рязанского историко-культурного общества. Этот сборник можно назвать уникальным. Издание «Древности поочья» было подготовлено для Василия Судакова, историка и археолога, в качестве подарка к юбилею. Подобные презенты традиционны для академической среды в целом, но в рязанской истории, пожалуй, это первый и пока единственный случай. Я об этом издании совершенно не знал в тот момент, когда она готовилась. То есть это рязанское историко-кривеческое общество, которое создано, членом которого я являюсь, оно по своей инициативе подготовило сборник статей, в основном по археологии и истории, и посвятили как раз юбилею, которому было в октябре прошлого года. То есть я о нем ничего не знал. «Древности поочья» – первое издание, вышедшее под эгидой Рязанского историко-культурного общества. Созданное это объединение было менее года назад, но сегодня именно его можно назвать преемником Рязанской ученой архивной комиссии. Создавалось оно с целью сохранить среду для обсуждения научных трудов, посвященных истории и культуре Рязанского края. Для ученого мира это немаловажно. Когда мы, работая каждый над своей темой, имеем возможность обсудить то, что мы делаем, показать другим, что мы делаем, выслушать критику, замечания, может быть узнать что-то новое от других. И вот так, немножко по-средневековому, рутинно происходит работа. И никак иначе. Рязанское историко-культурное общество объединило специалистов, работающих в университетах, музеях, библиотеках города, архиве. То есть тех, кто профессионально занимается изучением истории и культуры, преимущественно Рязанского края. И здесь члены общества подчеркивают, не стоит забывать, что культура нашей малой родины является частью культуры общероссийской. Когда мы с такой точки зрения смотрим на все сюжеты, связанные с историей и культурой Рязанского края, то у нас появляется возможность писать. Это в большой исторический контекст общей истории России. И тогда наша работа становится интересной не только здесь, в Рязани, но и за ее пределами. Авторами материалов, вошедших в книгу «Древности паучьей», являются не только члены Рязанского историко-культурного общества, но и ученые со всей России, друзья и коллеги Василия Судакова. Всего же издание включило более 20 статей, которые посвящены не только археологии. Сборник объединяет материалы по различным направлениям исторического знания. Так, например, Дмитрий Филиппов, заместитель директора Государственного архива Рязанской области, подготовил статью об истории татарской горы города Касимова. История-то, собственно, связана не столько с периодом татарского владения этим местом в городе, а это история татарской горы после царства. То есть, как складывалась история вот этой владельческой усадьбы ханов косимских в период, когда сами ханы перестали существовать как явление. Данный сборник, благодаря широкому спектру освещаемых вопросов, несомненно, будет полезен и интересен не только специалистам, но и студентам, преподавателям и всем, кто интересуется историей родного края. Ну а для Василия Судакова это прежде всего знак признания и уважения, которые испытывают к нему многочисленные друзья и коллеги. На этом у меня все. Мы завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зелёный сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры предоставил DimaTorzok и ПАО «ВТБ-24».